13 января 1703 года в Москве вышел первый номер печатной газеты. Спустя время эта дата стала значимой для всех работников СМИ, у которых в этот день профессиональный праздник. А для редакции нашего телеканала День российской печати послужило отличным поводом отправиться в 51-ю школу и познакомиться с начинающими мастерами слова. София мечтает стать журналистом и телеведущей. Она начала пробовать писать для школьной газеты «51-й континент» еще в младших классах. По мнению начинающей Акулы Пера, настоящий журналист обязательно должен быть справедливым, иметь в своем арсенале большой запас слов и грамотно излагать свои мысли. Участие в школьном издательстве – отличный старт для будущей профессиональной карьеры. Школьная газета помогает читателям заинтересовать их. Она нужна для того, чтобы мы научились понимать друг друга, писать статьи и уметь определять свою мысль. День печати редакция школьной газеты «51-й континент» встречает с рабочим настроением. Сегодня по плану подведения итогов работы за прошлый год и обсуждения тем следующего номера. Несмотря на то, что у печатного издания есть свой электронный аналог, каждый месяц весь тираж, а это 60 бумажных экземпляров, разлетаются по школе, как горячие пирожки. Насколько приятно взять свою работу в газете, когда краска пахнет и так далее. Это первое. То есть получаем такое удовольствие эстетическое. Я не знаю, как подержать. Слово подбираем. Тактильное какое-то. Плюс еще можно домой принести и показать маме. Вот мама, смотри, вот моя газета, вот моя статья. Над созданием газеты трудится все ученическое сообщество. Корреспондентами могут быть и учащиеся, и педагоги, и даже родители школьников. У органа печати есть свой слоган, свой логотип. В этом году появился и персональный QR-код. За два года своего существования газета «51-й континент» даже стала лауреатом и победителем всероссийского конкурса школьных изданий в номинации «Резвый старт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова